итак друзья мы связали с вами пятку к сожалению почему-то у меня не вошел весь мастер-класс но я сейчас вам на словах объясню что мы делали когда связали вот эту вот часть то есть саму пяточку естественно потом с двух сторон пятки за 2 полупетли я подняла вот здесь петли с одной стороны провязала среднюю часть подняла петли с другой стороны и вязание пошло по кругу так мы вязали нужную нам длину стопы у меня на самом деле большой размер и у дочери тоже большой размер вот и смотри собака как назло разгавкалась а вот у меня здесь 16 сантиметров от начала вот пяточки не всю а вот эту пятку вы конечно будете мерить на свой размер чтобы вязание закрыла полностью ваш мизинчик вот тогда можно уже вязать а мысок и вот этот мысок я сейчас вам покажу как его вижу я не претендую на правильность он получается очень красивый вот такой вот плотненький и это очень легко вяжется на двух парах спиц вы мне там писали что это magic loop нет это не magic loop это две пары спиц magic loop я можно сказать ненавижу я не люблю вот это вытаскивание лески по центру вытаскивание петель они растягиваются я вижу на двух парах спиц и так что мы делаем когда мы дошли до нужного момента эту спицу мы опускаем берем другую спицу вот она с красной леской здесь с красной леской то есть мы взяли одну пару спиц первую петлю я провязываю лицевой а дальше у нас идут убавки значит я провязываю две петли вместе и так идем до конца этого ряда то есть это у нас одна сторона нашего носочка на этой паре спиц соответственно на второй паре спиц другая сторона носка и вот мы будем делать убавки по каждой стороне с двух сторон то есть бабки по одной спицы с двух сторон и убавки по второй спицы с двух сторон все очень очень просто вот я сейчас практически уже дохожу до конца ряда у меня должно остаться три петли вот они эти три петли и сейчас две из них я должна повернуть так чтобы красиво выполнить наклон наклон вправо давайте еще раз вот они эти две петли я снимаю одну снимаю вторую разворачиваю их при моем методе вязания при вашем может быть вам не нужно будут разворачивать а вы должны развернуть первую убавку то есть но запомните что в начале ряда мы делаем наклон две петли с наклоном влево а в конце ряда две петли с наклоном вправо и наша лицевая которая постоянная все вытащили эту спицу повернули вязание подтянули вторую спицу видите как все просто мне не нужно держать четыре спицы в руках они у меня никуда не падают петли у меня никуда не убегают в общем это просто кайф вы мне там написали что такое вязание при таком вязании носки отскакивают как пирожки это да и варежки тоже и так 2 спицы делаем то же самое провязали лицевую 2 петли вместе с лице лицевой с наклоном получается влево и идем до конца ряда остается у нас в конце ряда 3 петли разворачиваем две из них так чтобы провязать красиво с наклон вправо и наша лицевая ну давайте дойдем и здесь до конца ряда закрепим так скажем пройденный материал и я покажу вам еще еще раз и в итоге мы так будем делать убавки пока у нас останется 3 петли на одной спице и 3 петли на другой спице можно довести по две петли и потом закрыть все петли и так вот они наши заветные 3 петли в конце ряда в конце ряда я переснимаю из них две петли провязываю эти две петли с наклоном вправо и вот она лицевая все эту спицу я опускаю поворачиваю вязание подтягиваю нужную мне спицу с другой стороны и все у нас опять повторяется сейчас найду где это моя рабочая нить вот она уже у нас здесь одна убавка по этой стороне есть опять провязываем лицевую провязываем 2 петли вместе с наклоном получается влево идем до конца ряда и опять остается две петли 3 петли вернее на спице 2 из них мы разворачиваем ну при классическом методе я же говорю вас будет наоборот у вас будет в начале ряда вы провязываете одну лицевую потом разворачиваете петли для наклона провязывание 2 вместе с наклоном влево а в конце ряда вы ничего не меняете а просто провязываете 2 лицевых вместе это все зависит от вашего метода вязания но поскольку у меня восточный метод вязания вот они эти две петли опять я их разворачиваю и провязываю нам надо обязательно попасть в эту петлю и провязать с наклоном вправо 2 вместе сейчас я посмотрю не вижу в камеру что там так раз вот развернула петлю что она у меня скрещенной получилось и так 2 вместе провязываем с наклоном вправо и лицевая и вот таким образом мы движемся вот у нас уже видно пошло сужение в итоге должно получиться вот так вот такая красивая линия сужения она плотненькая достаточно вот так красиво получается мысок такой же мысок я делаю когда вижу варежки вот я собираюсь вязать варежки и то же самое буду делать и в варежках и так друзья носочек практически готов но не готов наш дед мороз сейчас я покажу вам как связать вот такую пушистую бороду вот так вот выглядит полуфабрикат согласитесь две большие разницы и так сейчас будем вязать бороду нужно взять спицу чулочную по-моему троечку у меня и набрать петли из полотна ну вот так вот пополам мы сложили здесь у нас начинается наше лицо вернее заканчивается у деда морозика выбираем этот ряд и вот так вот вытаскивая петли из полотна цепляясь вот за одну дольку петли камеру очень плохо видно вот вот так вот идем шагаем не пропускаем петли за одну дольку то есть у нас должно получиться двадцать шесть петель вот петля имеет две половинки да что ж такое в камеру вообще не могу показать вот и вот так вот шагая по краешку выбираем ряд и вот так вот собираем вот эти вот наши петельки и потом их пересчитать должно получиться двадцать шесть петель чтобы ну ровненькая борода у нас получилось так идем до конца ряда вот так вот набирая петли я пойду сделаю это все переделаю без камеры но я думаю что я донесла до вас как это сделать как набрать петли и так двадцать шесть петель у нас набраны вот они все на спице и теперь все и думаю понятно мы просто вяжем нашу бороду чтобы ее не пришивать мы ее просто привяжем сразу к нашему носочку то есть берем и провязываем первый ряд конечно может быть будет туго но это только первый ряд так мало оставила надо побольше оставить кончик чтобы потом его заправить вот одна петелька вторая петля не растягивайте и так далее просто привязываем нашу вот эту фантазийную пряжу нашему носочку и дальше я буду вязать платочной вязкой в этой пряжи абсолютно не видно никакие рисунки можно конечно было связать лицевую гладь но чтобы не морочиться все равно ничего не видно в этой бороде слишком пряжа лохматая вот так вот вяжем до конца ряда разворачиваемся делаем снимаем нашу первую петлю и кстати последнюю петлю я провязываю лицевой не изнаночной как многие вяжут а лицевой не такая кромочная нравится больше либо лицевой с накидом либо просто лицевой все 26 петелек вот так вот мы привяжем нашу бороду нашего волшебного дедушки мороза последняя петля все дело сделано вот начинает вырисовываться наша красота первую я снимаю рабочая нить у меня перед петлю это важный момент не за а перед петлей и все теперь все петли все петли лицевые в лицевом и изнаночном ряду то есть по сути мы вяжем платочную вязку здесь можно не слишком затягивать петли пряжа фантазийная толстенькая чтобы борода не торчал столбом а как-то было мягкой пушистой поэтому вяжем так со средней так скажем средней плотностью и так будем вязать где-то прямо рядов 57 57 рядов вяжем а дальше у нас будут убавки в бороде вы опять же можете менять сами форму бороды делать ее он более длинной ну убавки делать не в каждом лицевом ряду там а через лицевой ряд и тогда будет меняться сама форма бороды все зависит конечно же от ваших желаний вот таким образом уже подхожу я практически до конца ряда петельки лучше считать чтобы не упустить потому что эту пряжу очень тяжело потом поднять вот моя лицевая последняя кромочная ну и все итак вяжем 5-6 рядов прямо а потом начнем делать убавки я убавки делала после того как провязала прямо 5-6 рядов вот они это расстояние в каждом лицевом ряду то есть что я делала кромочную снимала 2 вместе лицевой доходила до конца ряда 3 петельки остаются у нас здесь я ничего не разворачивала потому что это бесполезно зачем здесь ничего не видно провязывала 2 вместе лицевой в конце ряда и лицевую кромочную опять разворачивала вязание изнаночный ряд вязала без убавок кромочную снимала все петли лицевые возвращаясь на лицевой ряд здесь убавка опять кромочную снимаю 2 вместе лицевой до конца ряда остается 3 петли провязываем из них 2 вместе лицевой кромочная лицевая и так я шла до конца ряда пока у меня не осталось вот 6 петелек и эти 6 петель я просто закрыла и вот у нас таким образом вывяжется борода я уже не буду показывать вам убавки думаю что здесь очень все простенько и легко то есть в каждом лицевом ряду мы провязываем 2 вместе лицевой в начале и в конце ряда и потом останется вывязать нам вот этот колпачок вот этот треугольничек вот этот как его назвать шапочку украсить и пришить пуговицы вот пуговицы бусинки можно даже и пуговицы связать носик крючком и пришить вот такие наши усы усы или бороду дополнительно вот в принципе и все и наш второй носочек волшебный будет готов итак друзья наш дед морозик растет у него появилась вот такая пушистая мохнатая борода осталось нам с вами сделать вот этот как это назвать помпончик короче доделать вверх шапочки деда мороза обратите внимание что вверх носочка но как бы как объяснить то есть вот здесь у нас получается лицо а вот здесь изнанка я сейчас вам покажу как правильно присоединиться чтобы было именно так то есть мы понимаем и даже можем завернуть вот этот носок и чтобы у нас вот здесь было все красивенько а вот этот шов как бы шов был внутри так вот как это сделать вот я взяла чулочную спицу и вы сами себе отметите какой ширины будет этот колпачок ваш с помпончиком я себе пометила что у меня должно быть 6 лицевых вот этих дорожек но это 6 лицевых дорожек по изнанке смотрите я не трогаю совсем изнаночные петли чтобы было красиво поэтому мы с вами берем две дужки нашей петли то есть по идее если ну чтобы количество петель так как мы изнаночные не задействуем было одинаковым чтобы на компенсировать наши вот эти изнаночные петли то есть я вот так вот беру и вот одна принципе сюда спится очень легко входит это вот у нас будут две петельки вот так вот мы проходим спицей и вторую полупетлю вернее две петли тоже нанизываем на нашу спицу я буду показывать это в кадре но я думаю что понятно вот наши четыре петли вот 1 2 3 4 и так мы будем вязать в 4 петли чтобы компенсировать вот эти изнаночные петли по этой стороне они у нас изнаночные чтобы их не брать на спицу и было красиво но они нам нужны то есть раз два три 4 5 и еще одну пару вот этих вот петель вот таким вот образом нанизываем все все петли нанизаны то есть у нас получается 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 6 умножаем на 4 24 петли у нас получится вот в этом нашем треугольнички да как мы будем вязать вот здесь вот я применяла свою кромочную с накидом чтобы был вот такой красивый край в принципе можно вязать так как вы вяжете там лицу первую снимаете в последнюю изнаночной либо лицевой но у меня здесь петля с накидом буквально провязав вот три бороздочки платочной вязкой прямо на этих двадцати четырех петлях я потом стала сужать то есть его полотно что я делала первую снимала 2 вместе лицевой с наклоном влево в конце 2 вместе с лицевой с наклоном вправо и кромочная и это был лицевой ряд в изнаночном ряду переворачиваем ничего не делаем просто провязываем платочную вязку это значит все петли лицевые то есть кромочную снимаем все петли лицевые кромочную снимаем переворачиваем на лицо и у нас идет сужение то есть сужать уменьшать петли мы будем только в лицевых рядах я думаю что это понятно не буду показывать это в кадр я основной момент вам показала как набрать эти петли не задействовать чтобы не задействовать вот изнаночные чтобы вышла вот такая красота вот видите здесь как дырочки то есть здесь нет мы я не хваталось за изнаночные петли но компенсировала их в лицевых то есть из одной петли я нанизывала 2 то есть две дужки петли я использовала думаю что это понятно ну и все в принципе потом останется нам пришить к этому кончику вот такой помпончик я его сделала сама как я его делала сейчас расскажу и потом тоже сделать вот такие вот усы вы можете сделать больше меньше я думаю что не нужно бороздочек здесь махер вот и потом еще понадобится нам где-то упал вот она вот такие у меня были капельки можно в принципе и без них ну они у меня вот здесь вот участвуют в лице нашего деда морозы и потом просто это дело пришить вот так вот берем пришиваем вот кстати к вам вопрос я нашла и понадобится бусинки я нашла бусинки чуть чуть больше размера чем у этого деда мороза здесь вот такие маленькие и вот думаю может быть мне их перешить чтобы глазки сделать побольше как вы считаете напишите мне какие бусинки будут лучше вот эти побольше или те которые сейчас у деда мороза мне кажется вот это глазки будут повыразительнее скорее всего я перешью вот эти бусинки поменяю их на размер немножечко больше и тогда будет ну совсем настоящий дед мороз так что вот камеру шатнула вот такой дед морозик у вас получится я думаю что вы вам все понятно и вы с легкостью сможете создать это чудо которое будет исполнять ваше желание ну а сейчас немножко о помпончике расскажу как я его делала чтобы совсем вам было все понятно итак показываю как я делаю вот эти вот как я делала вот эти усы в принципе на этой базе я делала и помпон значит я брала вот такую картонку кстати эта картонка из активатора воды кто со мной давно на канале я пью живую воду есть об этом ролик но не суть и вот на эту картонку мы берем и наматываем количество там наших витков вы наматываете ну допустим усы я наматывала не знаю что десять витков а вот так вот все это дело ровненько наматываем и в нужный момент просто вот здесь поддеваем ножом либо ножницами и срезаем и у вас получится вот такое ровное количество ровненькие вот такие вот полосочки вот вам пожалуйста и усы чтобы сделать помпончик я использовала карту тройка свою чтобы не разрезать эту картонку ну в принципе можно использовать любой картон и то же самое мы делаем на на этой карте тройка то есть наматываем но здесь уже побольше помпон должен быть у у нас побольше наматываем количество нужное нам витков и здесь нужно разрезать с двух сторон теперь то есть здесь и здесь и создавшиеся у вас вот эти полосочки вы разрежете у вас будут коротенькие полосочки их просто по центру потом вот так вот закрутить и закрутить и соединить и вот вам вот здесь вы разрежете и вам будет вот такой маленький помпон вот они даже их можно увидеть вот они эти мои короткие вот эти отрезочки оставляйте обязательно хвостик чтобы потом с легкостью пришить этот помпончик к вашей шапочке деда мороза ну теперь я думаю что вы точно сделаете это красивое чудо ну правда но согласитесь какое же это чудо в него можно положить конфет я собираюсь сюда положить крем для лица для дочери потому что это подарочек для нее вот кстати и пришила здесь неаккуратно именно для того чтобы наверное поменять эти бусинки вот и у вас два носка вы представляете сколько в два носка можно положить вот вам и сапожок деда мороза и сразу два в одном и носочки и подарки которые принесет этот дед мороз и порадуют вас в этот новый год все мои хорошие я еще раз поздравляю вас с наступающим новым годом желаю вам всего доброго главное здоровье здоровье и здоровье в этом году мы все убедились что это самый важный подарок для всех нас остальное мы все купим и все у нас будет замечательно положительных эмоций вам любви счастья и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока 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 пока